Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами проводим совместное заседание. Первый раз в таком формате, в преддверии Нового года. И поэтому прежде всего хочу искренне поздравить с наступающим 2015 годом руководителей регионов, членов Совета по культуре и искусству, а также сотрудников соответствующих аппаратов и наших экспертов. Желаю вам здоровья, успехов, всего самого доброго. Время летит быстро. Казалось бы, совсем недавно, в начале этого года, этот 2014-й был объявлен годом культуры. И сегодня мы подведём его в итоге. Он был наполнен самыми разными мероприятиями, фестивалями, премьерами, творческими вечерами, встречами, в том числе и прежде всего в регионах Российской Федерации, где этой теме действительно уделялось значительное повышенное внимание. Приоритетной стала работа над основами государственной культурной политики. В этом году состоялось три её заседания. Последняя, соответствующая работающая группа, последняя в середине декабря. В целом, обсуждение проекта этого документа было открытым и широким. В дискуссию активно включились профессионалы, работники культуры и искусства, педагоги, учёные, общественные организации. Но главное, безусловно, в том, что в этой работе участвовали тысячи наших граждан. Это было действительно народное обсуждение, споры были острыми и горячими. Проект основ строился на новой мировоззренческой концепции. Предлагал переосмыслить роли культуры, которую в последнее время привыкли воспринимать просто как часть социального блока или как работу учреждений культуры, но чаще всего даже как просто сферу услуг, досуга и развлечений. Такой узкий отраслевой подход не соответствует, конечно, ни задачам развития страны, ни запросам общества, ни требованиям времени. Мы с вами не раз говорили об этом, обсуждали, какая культурная политика необходима России, какие у неё должны быть цели, смыслы, задачи. Тема значимости культуры нашла своё отражение и в майских указах 2012 года. О том, как сохранить, не растерять культурную и национальную идентичность в глобальной мире, мы отдельно говорили на встрече Валдайского клуба. Многие здесь присутствующих принимали в этом участие в прошлом году. И вы помните, какой резонанс вызвало это обсуждение, да и сама поднятая тема. О том, что нам нужна прочная духовная историческая основа, что мы должны беречь свои национальные истоки, речь шла и в недавнем послании. Необходима серьёзная исследовательская работа, реальные проекты в сфере сохранения памятников, развития музейного дела и познавательного туризма. Это нужно делать по всей территории нашей страны, и в Херсонесе, и в таких центрах формирования российской государственности, как Владимир, Псков, Новгород, в других древних городах. Это общая задача и федеральных, и региональных властей. Повторю, важно, что подготовка основ государственной культурной политики началась не с чистого листа, конечно, а с общего понимания, что культура – это многомерная живая система. Мощный фактор общественного развития, экономического роста, даже в полном смысле этого слова – обеспечения национальной безопасности и суверенитета России. Что культура питает нацию, формирует и сплачивает её. Основы государственной культурной политики подготовлены и сегодня утверждены. В них отражено отношение к культуре как к миссии, как к общественному благу и историческому наследию, как к системе ценностей и нравственных идеалов. Такое всеобъемлющее понимание культуры означает и кардинальное изменение самих приоритетов в государственной политике. На первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и молодежи. Повышенное внимание уделяется их духовному, творческому развитию, воспитанию патриотизма, а также созданию на всей территории России качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для творческой деятельности. Поэтому логично, что вопросы реализации основ культурной политики рассматриваются сегодня на совместном заседании Государственного совета и Совета по культуре. Как я сказал в самом начале, в таком формате мы с вами встречаемся и работаем впервые. Поскольку успех решений, принятых на федеральном уровне, во многом, конечно, зависит от того, как они воплощаются на местах. Подготовка текста основ – это важный, но пока первый шаг. Нам предстоит на деле вывести культуру на высоту её общественного предназначения, добиться, чтобы она действительно стала естественным регулятором жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, к семье, к воспитанию детей. Для решения этих задач потребуется не один год. И за работу должны взяться все – общество, власть, учреждения культуры, школы, университеты, творческие союзы, педагогическое и научное сообщество – приложить для достижения конкретных и видимых результатов максимум воли, усилий, ответственности, таланты и творчества. Для реализации основ нужно, прежде всего, разработать стратегию государственной культурной политики. При этом, подчеркну, регионы уже сейчас должны ориентироваться на положение основ и принимать активное участие в разработке стратегии. Только очень важно, уважаемые коллеги, я это хотел бы подчеркнуть, нам важно не закопаться в бумагах, а то мы основы, стратегия и будем всё время вечно писать и писать. Нам обязательно нужно работать, обязательно нужно понимать, что мы делаем, на что ориентируемся, и не просто сосредоточиться на таком эпистолярном творчестве, друг другу письма писать, а вот реально жизнь это всё воплощает. Остановлюсь на основных темах и проблемах, которые необходимо учесть при разработке стратегии, о которой я уже сказал. Первое. Постепенный перевод существующей системы управления культурой в новое качество. Ведь действие культурной политики охватывает очень широкий круг. Это образование, воспитание, формирование информационного пространства, это укрепление межнациональных отношений, это профессиональное искусство, литература, народное творчество, международное гуманитарное сотрудничество. Перечень, безусловно, далеко и далеко не полный, мы с вами это прекрасно понимаем, причём многие направления тесно связаны между собой, и каждая требует решения целого комплекса задач, в том числе организационных и, безусловно, финансовых, без этого никуда не деться. Очевидна необходимость создания надведомственной координирующей структуры. Кроме того, для ресурсного обеспечения реализации основ культурной политики потребуется учредить Российский фонд культурного развития. При этом, подчеркну, речь не идёт о ломке существующей системы управления, наоборот, надо по максимуму использовать её опыт и возможности. Второе важное направление – это качественное законодательное сопровождение задач культурной политики. Отмечу, что и само это понятие, в том широком значении, которое закреплено основами, пока не раскрыто в законодательстве. Это, конечно, нужно сделать и сделать прежде всего. Считаю, что в стратегии должны быть определены этапы реализации культурной политики, и в соответствии с ними своевременно внесены изменения в федеральное и региональное законодательство. Одновременно следует готовить квалифицированные кадры. Это, безусловно, приоритет первого этапа, ведь эффективно управлять процессами реализации основ можно лишь при глубоком понимании их целей, особенностей и тенденций. Здесь должны работать не только грамотные управленцы, но и истинные ревнители культуры, те, кто душой болеет за её развитие. Третья задача стратегии – создание условий для развития государственного частного партнёрства, социального и творческого предпринимательства для благотворительности и митинадства, и в целом для широкой включённости граждан в реализацию культурной политики. Отмечу, что различные методические рекомендации здесь, конечно, не будут лишними, не помешают, но успеха, результатов можно добиться только при повседневной, заинтересованной работе с общественными организациями, профессиональными сообществами, при умении слышать людей, внимательно относиться к их предложениям. Например, сейчас очень востребовано такое направление, как краеведение. Здесь много содержательных, ярких проектов, их, безусловно, нужно поддержать, так же, как и стремление граждан принимать участие в этнографических, археологических экспедициях, в работе по сохранению объектов культурного наследия. Уважение к культуре нередко начинается со знакомства с историей и традициями той местности, того края, где живёт человек. Считаю, что каждому региону было бы полезно составить своеобразный культурный пакет, включающий, к примеру, определённые туристические маршруты, посещение школьниками и студентами конкретных музеев, театров и так далее. У ряда субъектов Федерации уже накоплен хороший опыт, есть и успешные межрегиональные программы. Достаточно упомянуть проект «Золотое кольцо», который объединяет сразу несколько областей, несколько субъектов Российской Федерации. Таких комплексных туристических маршрутов может быть, конечно, намного больше. И на Русском Севере, и на Кавказе, и на Северо-Западе, на Дальнем Востоке, и в Сибири, разумеется. Одним словом, надо всем браться за дело. Регионы с развитой культурной средой должны стать образцом для подражания, а их успешные практики должны широко внедряться по всей стране. Уважаемые коллеги, хотелось бы сегодня коснуться и такой чувствительной темы, как свобода творчества. Это право гарантируется Конституцией. И все мы знаем, что культура может жить, достигать своих вершин при двух ключевых условиях. Это верность историческим традициям. Но, безусловно, и второе – широкая свобода в творчестве, в мысли, в духовном развитии. Никто, никакая власть не имеет права диктовать художнику, писателю, режиссёру, да, собственно говоря, любому человеку свою волю и свои представления о том, что и как должны делать творчески одарённые люди. Часто они видят по-новому, по-своему то, что мы считаем, считалось когда-то неприемлемым, сегодня считается образцом. В общем, вы понимаете, о чём я говорю. И к этой особенности опережать время нужно относиться бережно и с уважением. Безусловно, конечно, нужно учитывать и то, что сегодня в обществе формируется нравственный запрос ко всем, кто занимается культурной деятельностью. Он объясним, потому что нередко свобода творчества оборачивается псевдокультурными суррогатами, просто погоней за тем, чтобы побольше заработать. Но, собственно говоря, здесь нет ничего и необычного, и иного тоже нет. Все эти проблемы обозначены в основу государственной и культурной политики. Их надо тщательно проанализировать разработчикам стратегии и предложить действенные меры, объединив все творческие, просветительские, интеллектуальные ресурсы. Предлагаю уделить сегодня этим вопросам также необходимое внимание. И ещё об одной теме в ходе обсуждения основ были решительно отвергнуты призывы к культурной самоизоляции. В этой связи хочу подчеркнуть, Россия была и, безусловно, будет неотъемлемой частью мировой цивилизации. Нашу многонациональную культуру всегда отличали открытость и дружелюбие. Она чутко всегда откликалась на мировые тенденции в искусстве и сама обогащала и во многом формировала эти мировые тенденции. Мы не только горожим этими традициями, но и будем делать всё возможное для их развития и приумножения. Нам нужно не забывать расширять своё культурное влияние в мире. И нельзя замыкаться самим в себе, не забывать о том, что мы сделали для мировой культуры, и понимать, что мы ещё можем сделать, а значит, и укреплять влияние России как мировой державы. В этой связи напомню, что следующий год объявлен в нашей стране годом литературы. Очень важно, чтобы в России возрождалась ценность хорошей книги. И за рубежом рос интерес к русской классической литературе, да и к современным авторам, разумеется, тоже. Уважаемые коллеги, мной обозначены лишь некоторые из задач и проблем, которые нам предстоит обсудить. Предлагаю начать работу.